Итак, откройте ваши Библии. Это будет, я уверен, этот текст вы все читаете дома. Это Ветхий Завет и книга Второзакония, 6 глава. Пока вы открываете, я хотел бы обратить несколько внимания на то, что происходит в нашей жизни. Каждый отец и мать, они вкладывают огромное количество времени и ресурсов в своих детей. Ну, в том числе и я. Мы со своей женой тоже вкладываем в наших детишек. И вот вопросы, которые перед нами стоят. Как учить детей? Важно ли домашнее образование? Чартерная школа? Частная школа? А в какую секцию отдать ребенка, чтобы он занимался спортом? На каком музыкальном инструменте мой ребенок бы играл бы? Чему у него предрасположено сердце? Ну и, наверное, спорт. Чем бы мой ребенок мог заниматься в виде спорта? То ли футбол, то ли баскетбол, то ли волейбол, может быть, бейсбол. Вы знаете, мне кажется, это правильные вопросы. Мы их все решаем по-разному. Но самая главная цель верующего папы и мамы какая? Привести ребенка к Богу, ко Христу. И сегодня наша тема, вот мы продолжаем все это делать для Евангелия, серию проповедей. Сегодня моя тема или же то, что мне выпало, это благовестие детям. Мне кажется, после того, что мы видели здесь, можно сказать аминь, помолиться и идти домой спокойно. Мы видели, что дети наши, они в доме молитвы, они служат Господу. Это слава Богу. Мы хотим, чтобы наши дети получили хорошее образование. Мы хотим, чтобы дети получили хорошую работу, когда подрастут. Чтобы они имели хорошую заработную плату. Чтобы они имели хорошее жилье, чтобы крыша над головой не протекала. Чтобы имели возможности путешествовать. И этот список можно продолжать. Но, братья и сестры, все это лежит в плоскости материального. То есть мы прилагаем массу стараний для того, чтобы наших детей обеспечить, чтобы у них было счастливое детство. Ну, кстати, я вспоминаю себя, у меня тоже было счастливое детство, хотя мы не ездили на Гавайи, в Мексику. Но я считаю, что детство у меня было самое лучшее. Вы знаете, все это лежит в плоскости материального, но при этом это не спасает наших детей. Я уверен, что каждый из вас четко понимает, что ребенок рождается в этот мир, и плоть его, или же его натура, она уже заражена грехом. Да, они безвинные, они еще не сделали ничего плохого. Но подрастаем и наблюдаем, что наши дети начинают капризничать, где-то какие-то преподносить нам сюрпризы интересные. И думаешь, ну я же ему этого не учил, я же не учил моего ребенка этому. Я уверен, что каждый из вас понимает, что спасает только Иисус Христос, и мы это проповедуем в наших церквях. Спасает только кровь, пролитая на кресте, в очищение наших грехов. И это проповедуем мы неверующим людям, людям, которые нас окружают, на работах, в учебных заведениях, нашим соседям. Я надеюсь, каждый из нас проповедует. Но это же самое мы должны проповедовать нашим детям. Нашим детям. Доносим ли мы детям эту новость, что спасение в Иисусе Христе? Что самое главное в жизни, это открыть двери своего сердца для Христа. Откройте со мной этот текст, 6 глава. Мы прочитаем несколько стихов и посмотрим, о чем здесь идет речь. 6 глава, с 4 стиха. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всеми силами твоими. И добудут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и добудут они повязкую над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Мне нравится очень эта глава, 6 глава. Если кто внимательно ее изучает или читает, он ясно понимает, что, во-первых, с 4 по 6 стихи здесь речь идет о том, как правильно или же каким должно быть наше вероисповедание. Какое вероисповедание является правильным. Второе, о том, что, это 7 по 9 стих, здесь идет призыв, чтобы мы не просто имели вероисповедание, но чтобы мы благовестием занимались, проповедовали Евангелие грядущему роду. И если мы читаем главу дальше, с 10 по 19 стих, здесь идет или предлагается иллюстрация, или же предлагается пример, как иметь правильное вероисповедание. Как применять это на практике? Как с этим жить в обитованной земле, в которую попадут вот-вот евреи? И с 10 по 25 стих иллюстрация, или же пример о том, как передать детям на практике это Евангелие, или же Божие Слово детям. Читая эту главу, мы сделаем два основных таких принципа, выведем принципа, или же фундаментальных принципов, которые помогут нам, наверное, в дальнейшем. Первый принцип, который я вижу здесь, и это задача каждого из нас, чтобы мы, он простой, жили по Евангелию. Звучит банально, просто мы это всегда слышим, и все это понятно. Но как жить по Евангелию? Братья и сестры, как жить по Евангелию? Вы знаете Евангелие? Я уверен, что все вы слышали Евангелие. Вы проповедуете Евангелие? Уверен, что вы это делаете. Вы исповедуете это Евангелие? Уверен, что вы это делаете. Но давайте мы посмотрим, о чем идет здесь речь. Первое. Прежде чем жить по Евангелию, нужно понимать это Евангелие. Нужно знать это Евангелие. В чем она заключается? Бог сотворил эту землю И венцом творения был человек Которому дана была жизнь И даны были обязанности Бог дал ему поручение И человек не справился Он сделал грех Он ослушался Господа А наказание за ослушание Или же за грех смерть И человек должен был умереть И Бог проявляет свою милость Он посылает в этот мир Иисуса Христа Сына Своего Единородного По своей любви Чтобы Он пришел, жил на земле Проповедовал Евангелие, добрую весть людям И умер за нас, пролив кровь свою на кресте Но не просто остался в мертвых Он воскрес для нашего оправдания И теперь каждый из нас Исповедуя Иисуса Христа Господом Имеет надежду на будущее Если мы просим у Бога прощения То жертва за наши грехи уже принесена Вот в чем заключается Евангелие Вы скажете, Павел Во Второзаконе, в шестой главе Речи не идет о Иисусе Христе Я согласен с вами, братья и сестры Речи о Иисусе Христе здесь нет Но есть так называемое Прогрессирующее откровение Когда Бог открывает то, что нужно Для спасения в свое время И для евреев в этих словах Которые мы прочитали с 4 по 9 стихи И заключалась и Евангелие Люби Господа Бога всем сердцем твоим Покажи эту любовь в своей жизни Знаете, когда мы понимаем Евангелие Принимаем Евангелие Мы начинаем выстраивать взаимоотношения с нашим Богом И вот как здесь написано Возлюби Господа Бога твоего Вот у нас начинается взаимоотношение с Господом Это вторая составляющая Вот этого принципа Живите по Евангелию Ты начинаешь понимать Господа Понимаешь, с кем ты имеешь дело Ты выстраиваешь с Ним взаимоотношения И написано так, что нужно любить Господа Всем сердцем, всей крепостью Всем своим разумением Всем собой, всем своим естеством Это исключительная любовь Ревностная любовь Если мы вернемся в Новый Завет Или перенесемся в Новый Завет Помните слова Иисуса Христа Он говорит так Кто возлюбит отца или мать или детей Больше нежели кого? Меня И дальше есть продолжение Недостоин Вот она любовь какая Настолько возлюбить Господа Что наши эти земные взаимоотношения Они будут тускнеть На фоне наших взаимоотношений С нашим Господом Это не говорит о том Что нужно возненавидеть матери и отца Наоборот, их нужно почитать Любить, уважать Но правильные взаимоотношения с Господом Выстраиваются только тогда Когда мы начинаем понимать Евангелие В продолжении этого Хочется отметить еще пару моментов Что каждый из нас Когда начинает выстраивать взаимоотношения У него появляется любовь к Господу Он начинает дорожить Словом Божьим Которое оставлено Богом Для каждого из нас Как инструкция, как руководство И мы начинаем понимать Что оно Богодухновенно Что оно авторитетно Что оно непогрешимо Что оно истинно И благодаря этому Писанию Мы начинаем строить свою жизнь Почему? Считая Писание Мы понимаем, что это Слово Божие И оно начинает влиять на нас На наши поступки На наши выборы в жизни И смотришь Человек был вчера одним А сегодня он совершенно другой И вот Как находит Находит отражение Это Евангелие в нашей жизни Мы видим здесь Моисей, который Обращается к народу Израильскому Перед тем, как они перейдут В обитованную землю А этим людям Это молодые семьи Они до сорока лет все Им всем до сорока лет Этим молодым папам и мамам У которых детки подросли Он обращается И говорит им эти слова И как поступать? Они же молодые вроде бы Мы же старые все знаем У нас все прекрасно И Моисей хочет им передать Пример, показать Как это нужно правильно делать Он говорит такие слова Когда же ведет тебя Господь Бог В ту землю Которую он клялся Отцам твоим Аврааму Исааку Якову Дать тебе с большими И хорошими городами Которых ты не строил И с домами наполненными И всяким добром Которых ты не наполнял И с колодицами Высеченными из камня Которых ты не высекал С виноградниками и маслинами Которых ты не садил И будешь есть и насыщаться Тогда берегись Чтобы не забыл ты Господа Который вывел тебя Из земли египетской Из дома рабства Господа Бога твоего бойся И ему одному служи И ему И его именем клянись Не последуй иным богам Богам тех народов Которые будут вокруг вас И он продолжает этот список Он не просто им дает заповедь Не просто дает наставление Но он еще и показывает пример Как это нужно делать Будет иметь это правильное вероисповедание Когда ты наследуешь землю обитованную Жизнь по Писанию Это наш ответ на то Что сделал Иисус Христос Для каждого из нас Что сделал Господь для нас И мы это делаем не потому Что это нужно и важно А потому что мы любим Господа И поступаем по Его заповедям Наша жизнь должна строиться Не потому что мы Должны кому-то что-то А потому что Христос Умер за меня Я люблю Его И хочу жить праведной жизнью И мне и евреям Каждому из нас Надо напоминать Евангелие каждый день Когда евреи входили в эту землю обитованную Им нужно было себе повторять Каждый раз эту заповедь Возлюби Господа Бога Твоего Почему? Чтобы не забыть И мне каждый день Напоминать себе приходится Евангелие Апостол Павел Апостол Петр И другие апостолы Которые пишут письма Верующим Познавшим Господа Они обращаются И в каждом стихе практически мы видим Напоминание Евангелия Например Но будьте друг к другу сострадательны Прощайте друг друга И дальше что? Как и Бог во Христе простил вас Вот оно повторение Евангелия Напоминание Евангелия Напоминаем вам, братья Евангелие И каждый раз напоминаем Евангелие Для чего? Чтобы эта Евангелие Жила в моей жизни И было действенным Вы знаете Дети не очень хорошо слушают Но они хорошо Копируют Они все хорошо видят Если в нашей жизни Это Евангелие Которое мы проповедуем Детям Окружающим нас То ли это дома То ли это в церкви В воскресной школе То ли это подростковое общение То ли это в церкви То ли это Дети, которых Наши соседи возможно Или дети, которые приходят Под крышу нашего дома Дети, которые нас видят Они плохо слушают Но они все хорошо видят И если мы не исповедуем Евангелие в нашей практической жизни Мы не живем по Писанию Мы не живем по Евангелию Не практикуем в нашей жизни Грош нам цена Почему? Потому что Будет такой пример В церкви хорошо проповедуется Все хорошо говорится А дома у нас не так Жить по Евангелию Это проповедь Евангелия Это и есть проповедь Евангелия А вот теперь мы поговорим О втором принципе Который точно так же Банально прост Но который нужно применять в жизни Проповедуйте Евангелие Друзья мои Из текста, который мы прочитали Вот с 6 по 9 стихи Написано так И да будут слова сии Которые я заповедую тебе Сегодня в сердце твоем Внушай их детям твоим Говори о них Сидя в доме твоем Идя дорогою И ложась и вставая Навяжи их в знак на руку твою И добудут они повязку Над глазами твоими И напиши их на косяках Дома твоего И на воротах твоих Первый простой пример Или принцип Или же как бы пояснение Как проповедовать Евангелие Проповедуйте Евангелие ясно Чтобы ваше Евангелие Которое вы проповедуете Слетает с ваших уст Оно было ясным и понятным Иногда ребенок спрашивает Папа вопрос Сынок Два слова сказал и забыл Ребенок пожал плечами Ну да Я вспоминаю себя Как я один раз говорил проповедь Мне обратилась масса народа И говорит Павел Расскажи нам О твоем вероисповедании Друзья мои Не делайте как я сделал Я смутился Запереживал Я говорю Ну что вам сказать Ну Христос умер за нас Да вообще приходите к нам в церковь Там у нас вот такие классные проповедники Они вам все объяснят Это была хорошая ясная проповедь или нет Я думаю Горе мне Такому проповеднику Который не может проповедовать о Христе Ясно Понятно И доступно И наша обязанность Чтобы нашим деткам Мы проповедовали Евангелие Ясно и понятно Второй момент Или же Как этот принцип применять в жизни Проповедуйте Евангелие естественно Вот здесь написано Внуши И дальше И говори Если мы начнем это слово смотреть в оригинале То речь идет не просто Говори Как лекцию А беседуя Беседуй Чтобы это была естественная беседа Это не значит Что мы должны поставить кафедру Собрать детей на вечернее собрание Раздать им роли Какую песню петь и так далее Нет Это должна быть простая естественная беседа Естественный образ нашей жизни Идем на работу Проповедуем Находимся в церкви Проповедуем Находимся в кафешке Пьем кофе с ребенком Проповедуем Проповедуем Ясно и понятно Еще один момент Из этого текста я вижу Что нужно проповедовать В любых обстоятельствах Здесь написано Сидя Дома Вечерком Собрались И это я в этом виноват Я прихожу домой Уставший с работы Беру телефон И начинаю просматривать новости А это самое драгоценное время Братья и сестры Которое Бог нам дает Чтобы провести с нашими детишками Посидеть Поговорить Узнать что у них интересного И как это Евангелие В моей жизни сегодня отразилось Как я проповедовал А как в их жизни отразилось Чтобы у нас был с ними контакт Проповедуйте стоя Стоите в троллейбусе Проповедуйте Стоите в очереди Проповедуйте Идя Идете куда-то Возьмите его за руку Пошли погулять Полторы мили Вечерком Так и мы в машину Садимся С дома молитвы Выезжаем И ропщим Ах затянул опять проповедник Ах мысли не те сказал Не так был одет Ах ошибки понаделали На нас внимания не обратили Это проповедь Евангелия Или же это ропот Друзья мои Я никого не обличаю Я говорю за себя Я себе проповедую сейчас Пусть Когда мы едем в машине С наших уст Слетает Проповедь Евангелия Но не ропот Когда-то Пресвитер В той церкви В которой находился Долгое время Сказал интересную вещь С проповедью Он говорил Так если ты едешь в машине Со своим ребенком И за эти 30 минут Ты с ребенком не поговорил Грех тебе Тебе нужно каяться Я говорю Почему каяться Да потому что Бог тебе подарил Драгоценные минуты времени Провести с детишками А ты их упустил Еще один момент Проповедуйте Евангелие Креативно Вот здесь написано Чтобы сделать повязки Шапочку одеть На косяке написать Ну все что перед глазами Было ясно Видно и понятно Что мы любим Господа Нет я не призываю вас Особую одежду одевать Сейчас как евреи Сейчас некоторые делают Ортодоксальные Много повязок здесь сделать И так далее Какие-то жерелья Бусы Нет 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 Не об этом Креативно Это значит применять И все что у вас есть Подсобное Рассказать ребенку Понятно и доступно О том Евангелии Которое вы знаете Если вам нужна помощь Приходите в воскресную школу У нас тонна материала Мы с вами поделимся И еще один момент Проповедуйте Евангелие Молочком мамы питался Ему уже проповедуют Ребенку И это правильный подход Проповедуйте В любом возрасте И последний момент Проповедуйте Евангелие В любое время Вот здесь дана иллюстрация Начиная с 20 стиха Если спросит Если спросит твой сын Ну и может добавить Твоя дочь Они в любой момент Могут вас спросить О том Почему вы так поступаете Почему вы так делаете И вот Писание говорит Будьте всегда готовы К чему Дать отчет Вашему повании С кротостью Смирением Почему так сказано Потому что мы не знаем Когда этот момент настанет Но надо быть готовым Брат мой и сестра Бабушка, дедушка Мама, папа Разницы нет Это ваши детки Это детки соседей Это детки ваших друзей Или внуки Или же это просто дети Которые вы Стоите в очереди За молоком Там дети находятся Это ваша возможность Засвидетельствовать о Господе И в том числе Их родителям Иисус сказал Пустите детей Не препятствуйте им Приходить ко мне Ибо таковых Есть Царство Небесное Евангелие Матфея 19 глава Знаете Я как отец В этом Кающий Прошу Господа прощения Каждый раз Когда у меня было Драгоценное время Засвидетельствовать Своим детям Просто Понятно Доступно В то время Когда они спрашивали Но я этого не сделал Я виноват Я чувствую себя виноватым Друзья мои Если слушая То что вот Сейчас мы прочитали Из Ветхого Завета Вы видите И себя В какой-то мере Где-то вы может быть Что-то упустили Или упускаете Бог Многомилостив Он дает нам Возможность Что-то исправить В нашей жизни Сейчас мы будем Молиться все вместе Я просил бы Чтобы мы молились В первую очередь За наше Вероисповедание Чтобы оно было Истинным Чтобы оно действительно Было Наше упование Было в Господе Наше Чтобы мы любили Господа Чтобы он был Частью нашей жизни Чтобы читая Писание Мы применяли его В своей жизни И чтобы по нашим действиям По нашей жизни Было видно Что мы верующие люди Что мы истинные христиане Не просто языком А делом И второе Чтобы мы Открывали уста И говорили Нашим детям Я понимаю Что у нас В церкви Есть много Возможностей Есть и воскресная школа Но братья и сестры Обязанность Проповедовать Евангелие Не лежит На учителях Не лежит На каком-то директоре Не лежит Даже на наших братьях Она лежит На нас На папах И мамах И если мы Как родители Надеемся Что кто-то нам поможет Нам помогут Но наша ответственность Это наша ответственность Ее нельзя Ни на кого перекладывать Сейчас мы будем молиться Я попрошу Помолиться За всех наших деток Чтобы Господь Благословил их И нас благословил Чтобы мы Смело Спокойно Просто Доступно Могли свидетельствовать Нашим детям О нашем вероисповедании Аминь Помолимся